добрый день сегодня у нас 86 серия называется габитус по бурдье отталкиваюсь я от видео на канале пост наука михаил соколов записал это 2016 году называется понятие габитуса речь идет о том что пьер бурдье французский социолог этнолог философ и публицист придумал такое понятие которое вошло в литературу и соколов рассказывает в чем смысл этого понятия соколов выделяет два определения термина габитус по бурдье называет их узким и широким но в данном случае это такие два сопряженных понятия которые друг в дружку перетекают в первом случае габитус это привычная реакция человека на привычное обстоятельство а в том случае габитус это когда человек ощущает свое место в обществе и понимает что вот это для него а вот это не для него сам бурдье использовал это для описания и объяснения не общественного неравенства различия между пролетариатом буржуазии в поведении и прочих интересных вещах на нас интересует именно вот такой микросоциальный анализ общества два примера которые приводят соколов которые приводят бурдье первый пример поведение человека в музее бурдье говорит что людей в музее можно разделить на три типа по их поведению есть уверенные в себе люди которые ходят сами судят обо всем сами объясняют другим есть люди совсем не уверенные в себе которые ходят с экскурсии стараются не высовываться и прячутся в толпе есть какой-то промежуточный вариант не вполне уверенными себе люди они ходят вроде сами но с путеводителем заранее планируют что надо увидеть отмечают увиденное и как бы исполняют намеченный план вот эти три типа это три разных габитуса и три разных как бы типа людей по их поведению по мнению бурдье разные габитусы второй случай второй пример важный это две стратегии в науке бурдье различает стратегию разрыва когда человек берется за самые трудные задачи и стратегию наследования когда человек берется за задачи маленькие понятные пишет работы занимает какое-то место в научном учреждении но в общем не борется за за крупные проблемы не берется и имеет свое маленькое место две разные стратегии а не перевестили нам все это на язык туаи ну давайте сначала про музей уверенные в себе не уверены в себе и не вполне уверены в себе это очень похоже на модель про стратегии в культуре где я описываю три типа стратегии в культуре одни люди придумывают новые идеи принимают решения объясняют как как надо как правильно если люди трансляторы которые передают это новое знание и новые идеи вниз и если люди потребители потребляющие эти идеи приказы нормы формулы которые принимают это знание и воплощают его в жизнь не обсуждают и никому не передают это три разные стратегии люди в общем жизни придерживаются каких-то определенных стратегий но там есть некоторые уточнения две модели но в общем это примерно соответствует тому что описывает бурдье в разделе поведения людей в музее поведение в науке тоже интересно потому что можно во первых сопоставить это с книгой структура научных революций томаса куна 62 года книга очень важная и увидеть что стратегия разрыва это научная революция но на такое устройство науки который кун называет научной революцией а стратегия наследования это такое устройство науки которые кун называет нормальная наука это по куну две разных эпохи два разных режима функционирования с научного сообщества чем тут отличие чем тут общего общее бурдье интересует личность личное поведение личный тип личная стратегия куна интересует статегия сообщества ну понятно что в одни эпохи что если люди применим предлагают сообществу разные стратегии то в одни эпохи сообщество пощает один тип поведения а другой не обращает а в другой другие эпохи наоборот например известный бернхард римман математик вот мы знаем сегодня что он революционер в науке и когда он делал свой доклад при вступлении в должность профессора то его жюри не поддержала и не утвердила хотя присутствующий при этом карл фридрик гаус выдал совершенно положительный отзыв и очень высоко его оценил и только после смерти риммана его труды стали пользоваться популярностью и почетом то есть эта эпоха когда нормальная наука пощалась а научная революция нет но человек все равно выбирал стратегию разрыва и был положительно оцененный признан только в следующую эпоху это можно положить на уровне которыми мы пользуемся и увидеть что нормальная наука это четвертый пятый шестой уровень а научная революция это шестой седьмой и восьмой уровень научное сообщество конечно держит шестой уровень но держит его по-разному от четвертого к шестому или от шестого к восьмому а теперь вспомню что есть такое отображение уровней на стратегии и увидим что авторы и странники авторы 5 6 уровень трансляторы 3 4 потребители 1 2 а есть еще странники 7 8 вот примерно так переводится все это на язык то и на сегодня все продолжение следует до новых встреч